Понедельник в Иванове начался с трагедии. В половину девятого утра на пешеходном переходе на пересечении улиц Московской и Маяковского водитель иномарки совершил наезд на женщину с коляской. Двухлетний мальчик выпал на проезжую часть. Ребенка госпитализировали. Медики скорой помощи предположили, что у малыша сотрясение головного мозга. Возможно рассмотреть пешеходов водителю иномарки помешало слепящее солнце. Во-первых, водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 12.18 за непредоставление преимущества пешеходам в зоне пешеходного перехода. Также в зависимости от травм, которые получил ребенок, от степени их тяжести, будет принято решение о привлечении водителя либо к административной, либо к уголовной ответственности. Все зависит от той травмы, которую получил ребенок и которую даст судмедэкспертиза. В нем статистика дорожно-транспортных происшествий пополнилась еще одной аварией. На пересечении улиц Лежневской и Шуйской около часа дня столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и «Газель». Иномарка следовала с пассажирами по маршруту «Иваново-Родники». Но в итоге семь человек отправились не по своим делам, а в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель на «Газели» на грузопассажирской, выезжая с улицы Шуйской, не предоставил преимущества водителю пассажирского транспортного средства, которое движется по улице Лежневской. В результате чего произошло ДТП, где пострадали пассажиры как транспортного средства общественного транспорта, так и грузопассажирского транспортного средства. Удар из столкновения был настолько сильным, что «Форд Транзит» едва не врезался в жилой дом. К счастью, водитель в непростой ситуации сориентировался и смог вырулить на тротуар. Машина задела здание лишь по касательной. В противном случае пострадавших могло быть и больше. Инспекторы отмечают, что аварии на этом перекрестке в последнее время не редкость, и водителям стоит проявлять бдительность.